Добро пожаловать на канал How to Spain. Меня зовут Виктория Белякова, я директор центра услуг How to Spain. И сегодня мы находимся с нашими клиентами Екатерина и Семенов в школе Аликанты Интернациональ. Мы поделимся с вами личной историей ребят, как они поступили учиться в эту школу, получили студенческую визу и совпадают ли их ожидания и реальность от обучения в этом учебном центре, в этой академии. Екатерина и Семенов, спасибо, что согласились поделиться с нами. Буквально несколько вопросов. Друзья, если у вас будут вопросы, вы зададите в комментариях, я думаю, что ребята нам потом помогут ответить. Хорошо? Вкратце скажу предысторию. Ребята обратились к нам с запросом комплексно помочь для поступления в языковую школу с целью получения студенческой визы. Это семейная пара, у которой практически одинаковый пакет документов. Мы подали документы и Екатерина, через сколько дней вы получили положительный ответ? Ну, через три дня уже пришел положительный ответ. Да. Это очень быстро, мы не ожидали. И то только потому, что Екатерина в первый день не ответила, через два дня уже было. Мы уже писали, скучали, мы здесь. А Семен через... Недели три. Недели три. Поэтому, когда у нас спрашивают, через сколько мы получим документы, ответить очень сложно. Мы подали ребятам в один день идентичный пакет документов, два-три дня и три недели. Поэтому всегда играет роль человеческий фактор. Конечно, помимо того, что в какой провинции вы подавали документы, в каком городе и так далее. И даже если все одинаково, все равно сроки могут значительно отличаться. Екатерина, скажите, было ли вам удобно в таком формате подбирать школу? Когда вы обращаетесь в один центр к нам, и вы на месте можете решить все вопросы, получить ответы по студенческой визе, подбор школы, сопутствующие вопросы, которые возникают во жизни, либо адаптации в городе. Да, очень удобный формат, учитывая то, что мы только приехали и мы не знакомы с учебными заведениями, особенно с теми, которые именно будут аккредитованы. Мы остановились на интернациональном колледже, и нам здесь очень нравится, мы добровольны, мы добровольны. Когда вы выбирали, какие у вас были характеристики, что для вас важно было? Первое, конечно, аккредитация института Сервантеса, что является обязательным требованиям для студенческой визы. А какие-то другие характеристики? Мы читали отзывы, то есть есть несколько дазов, которые все рекомендуют, и мы следствием сюда, поговорили с директором школы, посмотрели на обстановку, и как-то вот сразу же такой вот позитивный настрой. Кто принимал решение? Екатерина Весенна? Или обоюдно было? У нас было обоюдно, скорее всего, решение, даже, ну, по-другому, что надо было в школу, и соотношение цена и качество, которое делало на, так сказать, нового учебного заведения. Пообщались с запускниками первого заведения. С теми, кто учился, поучился, да, и кто уже отучился, и ходили на повышение своего, я скажу, из этого уровня. То есть у всех хорошие оценки, хорошие воспоминания остались, то есть нам подошло это заведение полностью, вот, и мы не разочаровались с ним, вот, мы учимся второй месяц, прекрасные учителя, по крайней мере, у нас в группе, вот, никаких нареканий нет сильно, и хотят нас разговаривать, так сказать. Очень интенсивно, и прям позитивно. А с какого уровня вы начали изучение? С полного нуля, то есть мы не знали вообще абсолютно. На сегодня вы сколько уже учитесь? Месяц. И как? Второй месяц, ну, так, значит, второй месяц. На таком уровне мы уже можем понимать, и что мы как-то разговариваем. Скажите, все уроки идут с носителями, то есть по-русски, по-английски вам слова не говорят? Нет. Как вы понимаете, прыгают, прыгают? То есть он знает, он английский, и он, ну, были какие-то ситуации, что он может на английском патусе спросить. А я допустим, что нет, он английский, а русский она не знает, поэтому как-то каким-то образом постараюсь понимать, и прыгают, и прыгают, и прыгают, и все видят, а что человек не понимает, объяснит, нарисует, может, жесты, ну, ну, как. С фотографиями, рисунками, жестами, плюс какие-то слова, ну, можно понять, о чем это, еще речь. Мы общались с Ильмой, и она сказала о том, что чем они отличаются от многих школ, в том, что у них не просто учебный центр, где есть преподаватели, у которых есть инструкции к работе, где кто-то может работать так, как он хочет. То есть для них это как оператив-преподаватель, то есть каждый соучастен к владению этой школы, для них каждый клиент действительно важен, они к каждому относятся как члену своей семьи. Если кто-то младше, ну, как ребенку, на равных, как, правда, к сестре, а по старшему, как родителям, насколько это соответствует праву к действительности? Да, это правда. Никогда, то есть, у меня не будет конфликтных, курьезных ситуаций, если человек не понимает, то есть, ну, не придается этому значение, какого она. на равных периодах. Чем больше спрашивают, я их больше объясняю. Екатерина, Семен, если вспомнить в тот момент, когда вы выбирали школы, и вы читали отзывы, сейчас наверняка есть кто-то из наших зрителей, кто находится на этом же этапе, и вы уже, пройдя этот путь, что можете сказать? Кому эта школа подойдет, вот, на вашем опыте? Кому не подойдет, если... Я думаю, что она подойдет всем, потому что у нас, допустим, группа студентов абсолютно разного возраста, мы с 16 до 50 лет. И мы, ну, как-то все взаимодействуем, все обучаемся, мы надеемся, что они подходят, все, в целом. Я согласен с Екатериной, то есть, никаких проблем ни в возрастных, ни в знаниях каких-то языков других, и немножко кто-то, чуть выше уровня, чуть ниже уровня, здесь такого не ощущается. То есть, если у вас уровень выше, чем начинающего, то мы пришли вообще с нолем, мы поговорим с знанием англо-испанского, кто-то пришел, уже немножко разговаривал, то есть, можем найти для себя уровень повыше, например, если кто-то вообще хорошо знает диспанский, можно потянуть его при индивидуальных занятиях, это, потому что здесь проводятся такие... То есть, даже до уровня... С-2. С-2. С-2 и... Подготовка коктейлей. Да, до подготовки коктейлей. Да, до подготовки коктейлей. И вводят, учат, и сдают, и получают уровень интервью, это уже переводчики. То есть, то, что она небольшая школа-то и говорит о том, что здесь плохо преподавить или как-то... Она нас устраивает. То есть, здесь нет таких людей, которые, как большие учебные заведения, ну, студенты, молодежь, как говорили, а здесь... А здесь именно люди ходят и учатся люди, которым это надо. Которые... Которые... Да, если это мотивация, то интересно общаться всегда с новыми людьми, ну, уже осознанными людьми, так сказать. Я хочу напомнить, как мы можем быть полезны вам. Почему с нами приобретать курс в языковой школе выходнее? У вас есть два варианта. Либо мы поможем вам под ключ. То есть, подадим на студенческую визу, поможем за всеми сопутствующими вопросами. И вы получите курс по той цене, которую ее предлагает школа. А подача на визу и все другие вопросы будут для вас абсолютно бесплатны. Наши услуги будут бесплатны для вас. Либо другой вариант, когда вы хотите самостоятельно подать на визу, самостоятельно... Либо с другим юристом решать все свои вопросы. Вы можете получить у нас более выгодную стоимость на курсы. Дешевле, чем на прямомных школах. Мы работаем со всеми школами Испании, которые имеют аккредитацию Института Сервантеса. И приобрести курс с нами может быть выгоднее от 5 и даже иногда до 15 процентов. В зависимости от школы и от вашей личной ситуации. Обращайтесь к нам для индивидуального подбора курса. Мы будем рады быть полезны вам. Мы приехали без знания испанского, без... Я лично приехал вообще без знаний о стране. У меня вообще было еще плюс. Известные сроки подачи и какие документы подряды. Все обратились к вам, вы нам все помогли. Вот мы здесь, привет студенты, все хорошо. С какого плана? Уже даже говорите нам об этом испанском. За месяц. Из вообще... Для каких проблем? Да. То есть, когда мы приехали, у меня задача получить туристическую виду, чтобы сюда попасть. А потом, это уже второй глобальный вопрос. Как вообще здесь остаться и один из вариантов. Это как раз студенческая виза. И мы изначально хотели как-то разобраться сами. Мы поняли, что это очень сложно. И мало что получится не так. Нам придется уехать и рисковать. Мы не хотим отсюда. И мы туда обратились к Виктории. И очень рады. Потому что все пришло удачно. Мы здесь. Мы очень рады. Всегда, то есть, будем на связи. И всегда с любым вопросом помогаем. Для нас каждый клиент, действительно, мы переживаем за каждый случай. Я бы сказала, как за свой, но это будет неправда. Мы переживаем больше, чем за свой случай. Знаете, как за чужого ребенка, наверное. Ты переживаешь больше, чем за своих людей. Мы искренне понимаем, что любая наша ошибка может иметь ошибку средства для каждой ситуации. Понимаем, что у каждого, если мы вдруг один день просрочим или не подадим в определенный день, то у человека может пойти нарушение всех его будущих планов. Поэтому с нашей стороны мы все делаем максимально вовремя. И даже, часто скажу, в нерабочее время стараемся быть с вами на связи, чтобы решить срочные вопросы. Если от этого требует ситуация. Что у нас было. И он говорит на 12 ночи. Что? Подаем. Я не сплю. Что делать? Ребята, не призвались в папку еще. Слово. В Испании. Находясь в больнице в Испании. С их режимом работы. Когда все время маньяны, сегеста и все прочее. Конечно, редкость. Всего таких людей. Хорошо. Спасибо, что были с нами. И до встречи в следующих видео. Пока-пока. До свидания.